Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сестра Что-то болеть начинает А говорили аппендицит Операция легкая А бывает, что помирает Доверит практиканту Не так сошьет сосудик Как он не туда Я слыхал, разные бывают Беспорядки Не верьте всяким глупостям Вас оперировал лучший хирург Вячеслав Алексеевич У вас все будет хорошо Поболеть немножко, но нужно потерпеть А что, сестричка, на улице Как погода? Вы же лучше нас погоду знаете Вас два часа как привезли А мы здесь с утра еще не выходили Так А это вам Как там на улице? Как погода? Погода прекрасная Дождь прошел Солнце Почки лопаются Апрель Отдыхайте Спасибо Вас как зовут? Меня зовут Саша Александра, значит, а по отчеству? По отчеству? Да просто, Саша Дежурство прошло спокойно Теперь по отделениям Хирургия, пожалуйста В хирургии 32 больных Один тяжелый Это кто? Крестовников? Крестовников А делали вы эстрафонти? Да, полкубика Понятно Так Терапия, пожалуйста В терапии 40 больных Тяжелых нет Спасибо Что у нас по хозяйству? Товарищ Я обращаю Ваше внимание на то Что хозяйство наше растет А это требует особого Отношения со стороны всего Медицинского персонала Между тем должен заметить Что мусорниц С педальными нажимами Становится не больше А меньше В частности В хирургии А также В рентген кабинете Хотя некоторые Там оправдывают С темнотой Ты сейчас домой? Нет, я к Митте Так, ждать тебя Смотри Смотри, французская тушь Хоть заплачь не потечет Где достала? Мама достала Так ждать тебя Ну, если не торопишься А то мне еще нужно Кафтанзил Христофоровичу Зайти насчет белье О, почище белье Погрязняй Разве это главное? Ой, Ленка, я не знаю Может быть, ты, конечно, умнее меня Ну, тогда скажи, пожалуйста Что главное Оставь, Сашенька Думай о своих заботах А я уж как-нибудь Нет, нельзя в наше время Быть такой замкнутый Нельзя ничем не интересоваться Скрытно и быть лучше Никто ничего о тебе не знает И ты кажешься умнее других А вот Вячеслав Алексеевич Он всем интересуется И погодой И урожаем Генетикой А ты почему на танцы Ходить перестала? На танцы Митя не хочет Он занят каждый вечер Да и вообще Саша А Митя хороший? Хороший Он хороший Ты хорошая А чего вы не поженитесь? Он курс скончал Я в медучилище поступила Потом мама умерла Мне бы такого Митю Ты только не ревнуй Я же пошутила А мой дерьми Он ведь до Алинии Дальше своего райцентра Нигде не был А вот теперь демобилизуется И опять в свою деревню заберется Ой, Ленка Я тебя всегда защищаю Но ты такая Ветренная Такая ветренная Значит, все-таки приориновала А ведь пошутила Все вообще мужики одинаковые И я замуж Не пойду Какой апрель Вчера снег А сегодня дождь Смешная весна Отдыхайте, Вячеслав Алексеевич Думаю В чем, если не секрет Да вот Дождь идет О жизни Под дождь хорошо думается Вы не замечали Как под музыку А я вышла Воды дождь его набрать А вы в кино пойдете сегодня? В кино? Да Фильм хороший У меня Митя киномеханик Так, ну хорошо Приходите обязательно Приходите обязательно Митя киномеханик Продолжение следует... Простите, девушка здесь место свободно Если никто не придет, свободно А вы одна? А что, в кино обязательно с кем-нибудь ходить? Разрешите угостить вас, Мишка Любыми конфетами артистов-футболистов Спасибо, Нием Неправда Все девушки любят конфеты И женщины тоже Спасибо, Нием, но я же сказала Ой, извините С подгонкой С распадом Употребляйте витамины Что? А, нет Здравствуйте, Нием Здравствуйте Ну, где же оплазуешь, а? Я тебе место оставил В пятнадцатом ряду Митя Давай, когда у тебя будет выходной Пойдем вместе в кино, как все, а? Все люди За деньги ходят А ты бесплатно Ну, ладно, я пойду к Ленке, Михайло Мы с ней сегодня поссорились Слышишь? Сейчас Саша, это вы? Добрый вечер Добрый вечер А я к Лене Михайловне Здесь недалеко живет Я, на А я вот в этом доме жил Да Пока комнату снимаю Хозяйки здесь Ох ты Ой, ой, ой Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас я помогу Сейчас Вы пакеты так держите Спасибо, спасибо большое Помогай Ой, сейчас, сейчас Все, кажется, все О, вытащим Спасибо большое А может, я его мучу вам? Если вы не торопитесь Извините, Саша Проходите Извините, Саша Раздевайтесь Саша Да Да Да, вы проходите Спасибо Можно что-то, да? Конечно Вот Угощайтесь Спасибо А у вас очень хорошо Слышимость Да А у них, наверное, свадьба сегодня У них каждый день свадьба А у меня сегодня Квартирная хозяйка На дежурстве Я один А у вас, правда, очень Уютно Вячеслав Алексеевич А у нас тоже Хорошо с Митей Но вот у нас Книг только мало А что это у вас? Все по хирургии По медицине? Почему? Не Не только Блок Это я знаю Вот У меня тут еще конфеты Угощайтесь Мишка 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 На севере Вы любите? Да Спасибо Ну вот нормально Знаете, Вячеслав Алексеевич У вас действительно хорошо И вообще Позавидовать можно Вам повезло В жизни Разве? Ну, конечно У вас И работа И И все И талант И вы знаете Как вам относятся У нас в больнице Саша Саша Хотите, я вам стихи почитаю А вы не спешите Нет Нет, я с удовольствием Правда? Ну, хорошо Сейчас Ну Ну, вот это Превратила все В шутку сначала Поняла Принялась укорять Головою красивой качала Стала слезы платком вытирать И зубами дразня Хохотала Неожиданно все позабыв Вдруг припомнила все Зарыдала Десять шпилек на стол уронив Подурнела Пошла Обернулась Воротилась Чего-то ждала Проклинала Спиной повернулась И должна быть И должна быть Навеки ушла Что ж Пора приниматься за дело За старинное дело свое Неужели и жизнь отшумела 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 Как платье твое Хорошие стихи Хорошие, да? Ой! Ой! Что будет? Сняг будет Вы, наверное, рано женились, Вячеслав Алексеевич Молодым полюбили, да? Саша Ну зачем это? Ну к чему это, Саша? Нет, я просто так сказала Я не знаю ничего Саша Вы даже не знаете Какая вы Да какая обыкновенная Ну? Так что будем делать? Ну вы Задавайте вопрос Или расскажите Что-нибудь Я засиделась Я пойду, Вячеслав Алексеевич Уже очень поздно Вы мне дайте какую-нибудь книжку, пожалуйста Почитайте Пожалуйста, ради Бога Только я не очень понимаю, что вам интересно Напишите, пожалуйста, заметку в стенгазету Потому что у нас четыре комсомолки Никто не пишет Хорошо О чем? Что о чем? А! Заметка Я потом скажу Просто я сейчас спешу Потому что меня ждет Митя Саша Да? Вы Что? Застегнулись Да До свидания Извините До свидания Девушка Девушка Митя Вы не бойтесь Боюсь просто, что вы там в темноте стоите Идите сюда на свет Я вам все объясню, девушка У меня просьба к вам Вы подруга Лены Да А вы Еремеев? Еремеев Значит, Лена вам обо мне говорила Говорила Тогда просьба у меня к вам Позовите Лену Хорошо, я позову Только Только, чтобы я мамаша не знала Скажите Поговорить вам вдвоем надо Дела Хорошо, позову Что случилось? Ничего Что с Митей? Нет У тебя как-то странно блестят глаза Кто там? Слушай Это Саша Здравствуйте, Нина Петровна А у меня Митя на работе Я вот решила к вам зайти Ну, заходи Слушай, Ленка Выйди, меня просили передать Чтоб ты вышел Тебя человек один дожидается Какой человек? Еремеев, что ли? Ну, Еремеев Ну, так бы и говорила А то человек Ну, Лена, ну Выйди Нехорошо ждет же А он тебе что, приглянулся? Давай меняться Я тебе Еремеев Ну, перестань Что ты обижаешься? Я же шучу Я тебе Еремееву даром отдам Ну, Лен, ну пойди Скажи тогда Ох, Саша Любишь, не любишь Ну, скучно Понимаешь, деревенщина Лапушка моя, лапушка моя Ну, лапушка твоя, а дальше? Что вы тут секретничаете, а? Да вот Еремеев опять у крыльца краулит Поговорить хоть Господи, поговори с человеком Ну, я говорю уже Ну, поговори еще Объясни человеку А то вот Саша подумает Что, мать, понимаешь Настраивает тебя против Жизнь тебе ломает Ну, я объясню Ну, давай Глоток надень Дочь на улице Я ненадолго Вот, Сашенька Вот такие дела Ты, наверное, осуждаешь Особенно меня Да ну, что вы, Нина Петровна При чем здесь вы Это ж она сама должна решать Да что ты решать Чтобы решать Надо взрослым человеком быть И ему и ей Надо самостоятельными людьми быть А не то, что знаешь Станцплощадки Прямо в ЗАГС Ленка, ты чего так быстро? А Еремееву некуда У него увольнение кончилось Сядь, сядь-ка Сядь как следует Давайте чай пить Ой, девочки Молодое поколение Что с вами делать Не знаю Знаешь? Тревожно мне иногда Смотреть на мою Ленку Спасибо Ой, жить не умеете А ты умела? Я-то не умела Поэтому и тревожно Мне за тебя, доченька Да ну что ты действительно Ну, не права ты, Лен Что ты сравниваешь? Старшее поколение Жило в одних условиях Мы совершенно другое дело Ты сегодня утром на меня обиделся А может в отношении Еремеева Ты сама не права Ну, ведь он же хороший человек Ну, застенчивый только Ты бы вышел за него замуж Ему учиться нужно Ты бы помогла бы Ну, правда же Ну, Нина Петровна Тебе хорошо говорить Когда у тебя такой Митя есть Саша, а ты у него живешь Или он у тебя У тебя дом есть, участок Ты бы дачника впустила, а, Саша? Я же продала полдома После смерти мамы Если бы не Митя Я бы вообще не знала Что тогда со мной было Ах, дети, дети У тебя что, с Митей не лады? Хочешь, я с ним поговорю? Нет, не надо А я сразу поняла Что вы с Митей поссорились Как только дверь открыла Мы не поссорились Мы вообще с ним никогда не ссоримся Живем так Изо дня в день Ну, а ты как хотела Нормальная жизнь Между мужчиной и женщиной Еще б детей вам Нет, он не хочет И правильно Для себя еще пожить надо Дети, между прочим, тоже для себя Да нет, он Добрый Ну, не всегда, конечно Но Кто же всегда бывает добрым Но вот только мы как-то Молчим с ним все время Я не знаю Может быть, это Я Изменилась Ленка, ты вот говоришь Что тебя твой Еремей Все лапушка да лапушка называет Тебе уж и наскучило А вот мне бы никогда не надоело Милая ты моя Вот что я тебе скажу Ты, наверное, улюбилась кого-нибудь Да вы что? Ну, у меня же Митя есть Ну Вообще, если бы он захотел Мы бы с ним поженились И я бы всех на свадьбу позвала И Автанил Христофорча Нашего главврача Вячеслава Алексеевича А кто это Вячеслав Алексеевич? Ну, хирург Со столичной женой В разладе Ничего, мужчина На нашу Сашеньку поглядывает Саш Ты что, всерьез? Ну-ка, скажи мне правду Он тебе стихи читал Травка зеленеет, солнышко блестит Нет, так и не читал Ну, какая разница Пушкина читал, да? Лермонтова Ой Помню, в Орле В молодости Мне тоже один Ах Пушкин А я ему В ЗАГС пойдем Глупые вы, девочки Митя твой учится А если стихов не знает Так уж плохой Нет, он не плохой Он Может быть, это я плохая Ну, что-то я засиделась Ну, нет-нет-нет Я тебя никуда не пущу Ты что, пирога с капустой Даже не попробовала Ну-ка, режь пирог А я вам попою Ленка, неси гитару Вы знаешь, как с Ленкой Тоскливо станет, попоем Ммм, вроде валерьянки Где ж ты так засиделась, милая? А что? Тут Митя приходил и ждал Минут 15 ждал Спрашивал, не сказал или что? А он ничего не просил передать Ну, велел зайти, как придешь Спасибо Спасибо Детенант, налево! Не могу понять, как это случилось Водитель-то он хороший А тут едет, как слепой Кювет И перевернулся Солдат это мой Вот несчастье-то А? Авария А я, понимаешь Стою, жду И вдруг Прямо на моих глазах И главное, далеко от расположения Спасибо вам Хоть доставили нас сюда Ничего, здесь вылечат Здесь сестрица работает Сашей зовут Она такие повязки накладывает Как будто гладит Надо позвать ее Ну, ты чего, Еремеев? А? Скажи, что? Почему солдата положили в коридор, а не в палату? Я буду ставить в известность Где главврач? Здравствуйте Какая палата? Нужна срочная операция Давайте в старое здание Сестричка здесь у вас хорошая есть Я сам у нее лежал Так вот Фамилию забыл Просто Саша Так вот, она меня и выходила Эта сестричка Обеспечить присутствие этой сестры на операции Немедленно Посылали, посылали Уж за ней нет ее дома Как нет? Где жена? Где-где? Кто ее знает? Дело молодое Как же так можно? Человека-то спасать надо? А у нас и другие сестры не хуже А хирург у нас так просто знаменитый Вячеслав Алексеевич Вот за ним и послали А вы своими разговорами Только беспокоите больного Это верно Успокойся, Геремеев Будем, как говорится Лежать спокойно Операции сложны Вызывайте не роду Посылали за ней, дома нет Говорят, где-то у Рейки ее знакомый живет Но адреса точно у нас нет Готовьте к операции Тут у вас сестричка работает Саша Я знаю, где ее найти Ребята сказали Я бы съездил селена Поздно Начинаем операцию Пожалуйста, побыстрее Может, не поздно У меня машина Я поехал за Сашей Ты куда? Сиди здесь Здрасте Ты чего? Ты извини, я у Лены Михайловой засиделась Сосед мой Сопронов Василий Кузьмич Очень приятно А Митя вас тут заждался Ему тревога, а мне удовольствие Посидитесь с кем У меня, видите ли, бессонница Вы обратитесь к врачу? К врачу Я, моя милая, из вашей больницы-то не вылезаю А с каждым разом все хуже и хуже А, да-да, припоминаю вас Только вы не у нас в хирургии лежали А в терапии А какая разница? Терапия, хирургия Отношения-то одинаковые Положат, градусник поставят Дадут порошки Копеечные Вот и все лечение Ну, как можно так говорить? Вы же пожилой человек Знаете, что такое врач? Ага, знаю Знаю Ну, этот Ваш Грузин-то, как его Автандил Кристофорович О Авто Авто Черт, автомобиль Не выговоришь Миндадзе наш главный отличный врач О, Миндадзе Миндадзе Бездельник ваш, Миндадзе К нему Придет какой-нибудь простой труженик Он ноль внимания Фунт презрения Бездельник Как вам не стыдно? Вы знаете, сколько этот человек работает? А ему за 60 Уже у него инфаркт недавно был Ну, что ж Тогда пусть идет На пенсию А больные не должны страдать От его инфаркта Слышь, мне У них больница Но хуже забегаловки Врачи-то Неквалифицированные Неквалифицированные? А Вячеслав Алексеевич Прекрасный хирург У него руки золотые Из столицы к нам приехали Кто же это, Митя Подумай, сам Из столицы-то езжай Нет Это просто так не бывает Поперли Значит, твоего Вячеслава-то Или сам уехал от греха Бывает Знаешь, что от жен бегают Или от алиментов тоже Митя Пусть этот человек немедленно уйдет Или я уйду Да ладно тебе Ну, кому эти споры нужны? Нет Я и вправду уйду Раз меня гонят из дома Где я тебя Мальчишкой помню Да никто вас не гонит Ну, Саша Просто немножко нервная Ну, зачем так, Саша? Ну, может, Василий Кузьмич Собственное мнение имеет Это не мнение Это злоба Вот что, Митя Я уйду Только по стариковски Перед уходом Скажу тебе В ее присутствии Хлебдешь ты с ней, горе Не пара Она тебе Ну, это ж вы, Василий Кузьмич Тоже не очень Это мне решать Пара она мне Или не пара Ну, посмотришь, Митя Посмотришь Да поздно будет Ты тоже хороша Митинг устроила Как же можно терпеть Когда он такое говорит Ну, а что он такого сказал? Много он правильно говорит Недостатков у вас Да черта Я сам он Когда с воспалением легких лежал Помню Кашу дадут Она соленая И вообще Ну, это правда Что у нас беспорядков полно в больнице Я вот сегодня сама скандалила Потому что у нас в палатах Несвежее белье И все-таки, знаешь Вот когда я пришла Больница была такая бедная А сейчас смотри Рентген кабинет новый Хирургия Терапия Потом еще Ой, Саша Ты у нас натура такая Восторженная Ну, это может и хорошо Слушай, Саша Давай спать, а? Митя Почему ты перестал бриться К моему приходу? Чего? Вот ты вот раньше Всегда ко мне приходил Чисто выбритым И когда я к тебе приходила Ой, Саша Ну что ты? Что ты говоришь? Побрился, не побрился? Ну, работал До поздна Устал До третий час Нет, ты просто привык Что я есть у тебя Что я никуда не денусь Кто там еще? Что за вечер такой Ненормальный? Саша Саша, тебе шофер какой-то Какой шофер? Здравствуйте Здравствуйте Вы, извините Сестречка Там парня одного привезли Операции будет Послали за вами Кто послал? Там что, других сестер нет? Да у Саши рука легкая Ну, вот, Саша Ерунда все это Никуда не ходи Слышь? Существует личная жизнь А если Неродов в другой город уедет Что тогда, больницу закроют? А кто вас послал? Никто не посылал Я сам Ну, вот, видишь Ну, вообще-то, вы знаете Там сегодня очень опытная Медсестра работает Вы напрасно думаете, что я лучше Ладно Митя Ну, тогда извините Я пошел Саша, Саша Ну, ладно Ну, что это? Митя Ну? Скажи Ты меня любишь Ну, что ты? Нет, ты скажи Ну, скажи Ну, конечно Ну, конечно, люблю Ну, ну, как же Иначе? Митя Ну, почему ты такой? Ты вначале ласковый А потом сразу меняешься Ну, Саша Давай спать Ну, ты же можешь это сказать Ну, как-то по-другому И что-то добавить Ну, сказать Ну, ты же сама знаешь Ну, Саша Ну, ты же сама знаешь Ну, Сань Митя Митя Я вот думаю Я от мамы скрывала, что мы с тобой А теперь я думаю, может, не надо было Она у меня умная была Она бы подсказала мне Может, не надо было Она бы подсказала мне 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А кто вам сказал, что я бросил? Я пишу Знаете, когда я кандидатскую защитил Когда? Это еще до войны Я успокоился А потом закрутился по административной линии Вот Не у меня была этой опасности Закрутиться по этой самой линии Зам директора столичной клиники Это карьера, мой друг Карьера Только в первый день этой карьеры Мне пришлось подписывать бухгалтерские счета Мел, гвозди, койки железные А это имеет очень маленькое отношение к хирургии Все же я не понимаю Можно было не уезжать Уйти с должности Заниматься практикой Все-таки жена Друзья Привычный круг Да-да Жена Друзья И все тебя любят Все желают тебе добра И навязывают его по неоспоримому праву Близких людей Присвоил себе право Лучше меня знать Что мне нужно Где мое добро Даже не выслушав меня А мое добро вот в этих руках Я хирург А не институтский деятель Главное спорить с ними невозможно Они же тебя любят Они твои близкие Вот в этом-то и беда А впрочем, давайте поговорим в другой раз Что-то я сегодня устал Нет Я не понимаю Как ваша жена могла Отпустить такого прекрасного человека О, Автандил Христофорович Женщина никогда не любит за добродетель Набрал кучу добродетелей Взамен получай любовь Хорошей, красивой женщине Нет Тут без счастья не обойтись А счастье, оно вне логики Его не объяснишь Ты чего прошла мимо? Уже стараться не хочешь? Прости, я не заметила Не заметила? А то, что мне в его болоту страшно войти Заметила Я как на его койку полежу У него ноги трясутся Я увижу его, я не знаю, что будет У больного Киселева кровоизлияние в брюшной полосе Похоже на удар Как это похоже? Он что, без сознания? Он скрывает причину, удар отрицает Говорит, что сильно чихнул Ладно Торопеем Мне страшно людям в глаза глядить Все пальцем будут тыкать, что я им наводь Ночью доставлен Сопронов на неотложный Состояние тяжелое Ругался, бросил порошки в лицо сестре Господи, а почему я такая несчастная? От процедур отказывается Мне страшно И жалко, его сил нет А в палату войти не могу Страшно Я уйду отсюда Ужеду Товарищ Я принял хозяйство, как известно В крайне запущенном состоянии Давайте посмотрим правде в глаза Что мы видим, товарищ Неродова Подождите Вчера вас искали Была сложная операция Вы хоть адрес оставляйте, где вы есть? Я больше там бывать не буду Ищите меня всегда дома Если можно, переведите Лену Михайлову в терапию Почему? Ей нужно, она не может сейчас в хирургии Ну, хорошо Подождите Саша А что У вас глаза так подкрашены, а? Это мода такая? Мода По-моему Вы без этого красивая Что с вами, Саша? Закройте двери Простите Сашенька Я ведь знал маму Саша Ты мне как родная Саша Что с тобой? После смерти мамы у меня все не так Я живу не так Я говорю не о том Я делаю не то Мне уже 25 лет Я не знаю, что мне делать Что мне делать Что мне делать Поздравляем коллектив учителей И учателю В целых Стало Средней страны Ради конца Время Ура! 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 Здравствуйте! Смотрите, как молодежь танцует. Саша, Саша, какая красивая! Идите, танцуйте! Я не умею! Чудак-человек, мне бы ваши годы! Сам пойду танцовать. Держите. Я так не сумею! Лизгинку! А? 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 Кавалеры меняют дамы. Дед, ну чего? Ну, погоди-то, чего ты? Ты-то чего тут лезешь? Чего ты лезешь? Ребят, ну-ка... Милиция! Милиция! У меня еще вечером дежурство сегодня. У тебя что, по знакомству? В праздники дежурить назначай. Да, по знакомству. Ну, ладно, пойдем. Слушай, Ну, Еремеев первый раз в больнице праздники проводит. Ты бы зашла к нему, а? Я боюсь. Чего ты боишься? Не знаю. Зайдешь? Нет. Ну, ладно, пойдем. Ленка, ты? Я сейчас. Не ждала? Не ждала. Что, не нравлюсь больше? Не нравишься. Нет, почему же? Ой, глаза у тебя нехорошие. А что? На праздник не повеселиться. На праздник положено. А шутся на демонстрации. Тебе не стыдно, а? Стыдно. Ты меня не стыди. Ты лучхахеля своего постыди. Которым на свидание торопишься. Но я на дежурство собираюсь. На дежурство? Да. А у больных тоже должен быть праздник. Я же забыл. Ты у нас жалостливая. Ты, может, меня тоже по старой дружбе пожалеешь, а? А потом иди к своим больным на свидание. Сашка, ты что же, забыла все. Ведь не один же год. Сашка. Я при матери, при твоей еще ходил. И мать твоя ко мне хорошо относилась. Помнишь? А я, чем мог, всегда помогал. Он, когда дом нужно было продать, помог. Ты что, пришел расчет получать? Расчет? Ты говоришь, добрая ты? Нет, ты не добрая. Жестокая. Ну и я. А Василий Кузьмич насчет тебя был прав. Напрасно ему тогда не поверил. Порядочного человека позволилось собственного дома выгнать. Уже совсем тепло. Когда с вас снимут повязку, листья на деревьях будут уже совсем большими. Когда вы будете выписываться, будет уже лето. А утром проснетесь. Послушайте, как поют птицы в нашем парке. Хорошо, когда человек все понимает. Вот вы все замечаете, все знаете. Все понимаете. Да, к сожалению, знаю мало. И понимаю тоже не все. Хотела бы, но... Саша, Сашенька. Вы меня слышите? Вы не обижаетесь, что я вас так называю? У меня, у меня сестра тоже Сашенька. Я вот все думаю, как бы не напугать ее, когда вот такой вернусь. А чего ей пугаться? Скоро с вас снимут повязку, вы будете видеть. А потом начнете ходить. Я вам что-то скажу, можно? Ну, конечно. Хотите, чтобы я вас полюбил? Так полюбил, что вам все будут завидовать. Я могу, поверьте, я могу. Я знаю, что вы такой человек, и что вы можете любить. Но я люблю другого, а вы... Саша. Лена, заходи. Температуру мерили? Да, мерили. К вечеру она немножко поднялась, но это нормально. Ну, счастливо. КОНЕЦ 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 Саша, по-моему, вы на меня за что-то обижен. Немного. Немного. А за что? Вы не написали заметку в стенгазету. КОНЕЦ 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 Телевизионная антенна срывает. А что сегодня по телевизору? Нет, не нужен телевизор. Давай гитару. У меня сегодня настроение хорошее. Ладно. Мы тут все свои. Давайте, ребята, не мучайте друг друга. Я что? Пожалуйста. И я, Саша знает, мы с ней третий год уже. Я никогда ничего себе не позволял. Ты на меня, Злата, не помни. Я ведь тебе не от души хамил. От большой обиды. Ты что, не веришь мне? Да не в этом дело. А в чем же? В чем? В чем же дело-то? Давайте выпьем завстречу. Перемелится мука будет. Ну. Здравствуйте, Петровна. Здравствуйте, Петровна. Здравствуйте, Петровна. А, Митенька. Ну, садись. Садись, пообедаем. Ты бы побрился. Спасибо, мне уже советовали. Мить, я ведь от души помирить вас хотела. Ведь... День рождения себе придумала. Знаешь, плюнь ты на нее. Ей-богу, плюнь. Ведь ты парень, какой надо. Я бы с удовольствием за тебя свою Ленку отдала. Ей-богу. Как мать тебе говорю. Тревожно мне за нее. Опять она от этого солдата не отходит. Теперь, говорят, он еще инвалид. Обидно мне, Нина Петровна. Что я, парень, что ли, порченный? Вон, мать ее, когда болела, говорила ей, держись, Митьке. Митька парень самостоятельный. Он ее стихами одолел. Угу. Ты знаешь, как девки стихи любят? Ты бы вот хоть два-три стишка выучил бы. Я изучу. Я такие стихи изучу, что им тошно станет. Ну, что ты говоришь, Митя? Я ведь тебя маленьким помню. Хм. Сиротой. Ты такой тихий был. А я говорила, вот жених моей Леночки растет. Иди-ка, Митенька, домой, а? А то еще беды натворишь. Кто это? А-а-а. Это доктор, который Сашку увел. На ловца и зверь бежит. Я тебя, Митенька, такого не пущу. Я сама себя не прощу. Ты же дурной сейчас. Петровна, честный пионерский. Я просто поговорю. Мне интересно, чем он Сашку взял. Ну, я же тебе говорила стихами. Тебе, Митенька, другую девку-то надо простую. Свою девку-то. Ничего, мы тоже грамотные. Да пусти-то руку дну. Я ему два слова только скажу и вернусь. Извините. Можно вас на пару слов? Вы доктор? Да. А у вас что? Кто-нибудь из родственников в больнице? Верно. Только не среди больных, а среди обслуживающего персонала. Неродова, Саша. Я брат ее. А у нее разве есть брат? Митя! Ну, да, есть. Вы знаете, нам здесь, наверное, поговорить не дадут. Можно вас на минуточку? Хорошо-то как, а? Птички поют, лягушки квакают. В такую погоду хорошо с девушкой гулять, стихи читать, да? Мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Значит, вы Митя? Да нет, Митя тот парень, с которым Саша с детства гулял. Еще подростками были. У них первый поцелуй в жизни. Получился в 15 лет. Потом подросли. Любовь начали крутить. Да. Мать еще жива была. Все Саша говорил. Ты Митя держись. Он парень свой. Родной тебе человек. А потом вот вы приехали. И, Саша, все советы покойницы забыла. Стишками увлеклась. Нет, серьезно. Вы мне тоже почитали, а? Мне интересно. Вы и что читали, а? Лермонтов, да? Нет. Я и блока читал. Ну, почитайте. Что, брезгуете? Слушайте, Митя. Идите вы. Нет, погодите. Так нехорошо, не культурно так. Нет, ничего. Я поговорить хочу. Со мной, может, за всю жизнь из умных людей никто не разговаривал. Я понять хочу. Я понять хочу. Я с ней сколько гулял, а она раз и к вам ушла. Вы что думаете, мне приятно? Приятно мне, да? Ну, хорошо мне. Да ничего хорошего. Ничего хорошего, это верно. Только, Митя, ну, зачем же другим-то пакости делать, если самому плохо? Тебе от этого легче не будет. Вот это я понял. Вот это душевный разговор. Мне, честно говоря, давно хотелось умного разговора. Слушайте, доктор, не сердитесь на меня. Я просто так. Дай пять. Ну вот, будет десять. Знаете, Митя, Саша удивительный человек. Удивительный. Я ведь намного старше, чем вы. И всякой поведал. Но Саша, так вот, как она, наверное, можно встретить однажды. Плохого человека встретишь и думаешь, где-то я его видел. Хороший человек. Он всегда как подарок, всегда впервые. Тихо, 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 ничего, не торопитесь. Скоро как на своих двоих ходить будем. Вот так, уже получается. Привычка нужна. Отдохните. Ничего, ничего. Не расстраивайся. Ну, мне все же сражается. Все получится. Саша! Неродова! Вячеслав Алексеевич, привезли. Травма, черепа, он без памяти. Господи. 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 Теперь будем ждать. Главное, это ночь. Ты, Саша, пойди поспи. А где он в Москве жил? В Москве? Не знаю. В канцелярии адрес есть. Товарищи, в который раз приходится обращать ваше внимание на такой важный факт, как гигиеническое состояние нашего учреждения. Конечно, сделано немало. Где, Саша? Что вы? Простите, Павел Васильевич. Продолжайте, пожалуйста. Я говорю, конечно, проделано немало. Достаточно оглянуться вокруг. Что мы видим? Где Неродова? Неродова. Что с ним? Нет, ничего страшного. Правда, я не стала бы вас обманывать. Обычная бытовая травма. Из-за такой даже больничный не всегда дают. Но вы же знаете просто, что мужчины, они палец порежут. Уже тебя. Он жив? Да, да, конечно. Конечно. Саша, может быть, я сам поем? Нет. Вам запрещено двигаться. Извини, мне сказали, что все хорошо и нет никакой опасности. Пойми, ты меня. Я тебе никогда ничего не приказывала. Да, но только если получалось так, что не по-твоему, значит, плохо. А я, знаешь, чуть не поверил в это. Ты всегда занимался своим делом. По-твоему, если в белом халате, значит, врач. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Вот-вот. Старый мотив. Да можешь ты понять, в конце концов, что я хирург. Просто хирург. Я поговорю с Козловым, и ты сможешь... А я могу и здесь. А я. Не знаю. Вячеслав Алексеевич. Саша. Не уходите от меня. Я только за лекарством сбегаю. Я не уйду больше. Саша. Саша. Что? Как там дела, Саша? Нормально. Да? А у тебя? И у меня. Нормально. А вы опять закурили? Да. Хирурга надо искать нового. Нет. Не надо. Почему? Не надо. Он не уедет? Нет. Нет. Думаешь? Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok